Кто первым убьет коронавирус? Ученые мира сейчас занимаются поиском вакцины. Но прежде нужно со стопроцентной точностью распознать гены вируса в организме человека. Именно над этим работают казахстанские ученые. Об этом поговорим сегодня. Здравствуйте. Мы сейчас хотим выйти в онлайн-связь с гигиенистом-эпидемиологом, доктором медицинских наук, профессором, академиком, ректором Международного института последипломного образования Арай Магауяновной Тулемисовой. Арай Магауяновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сначала поговорим о самом коронавирусе COVID-19. Что вы знаете вообще об этом вирусе? Расскажите, пожалуйста. Коронавирус это у нас уже ранее выявлено в 1965 году в Ближнем Востоке. Поэтому его и называли коронавирусом Ближнего Востока. Далее уже в 2002 году проявился вид коронавируса SARS. Это обнаружилось в Китае первой. Она была очень опасная, острая. Далее выявился в 2003-2012 году коронавирус Марс. И это очень тоже опасный вид был коронавируса. Соединенный Штат считалось это очень опасным вирусом. Его обнаружили, коронавирус Марс, обнаружили из Северной Саудской Аравии. И они думали, что она заражается через герблюдов. И ВОЗ посчитал его очень опасным, потому что она быстро распространилась. Почти что в 26 странах было. И было где-то 35% людей, которые привели к исходным положениям. А в 2019 году уже появилась COVID-19. То есть COVID-19 это многогенное. То есть объединение многовидов генов идет. Поэтому она более опасная. И она быстро распространяется. Структура РНК, она более подвиженная. И она более контоминация быстро проходит. В связи с этим она считается многогенными. РНК делится на три вида группы. От его зависимости структуры. Это альфа-коронавирус, бета-коронавирус и гемо-коронавирус. В связи с этим идет структура очень широкая, разновидная, многогенная. Но наша научная структура считает, что это как бы искусственно созданный вирус. Поэтому она, если структура вирусная созданная, структура многогенная, тогда она, когда переходит от одного заражения, идет к другому зараженности, она, значит, ослабляется структура. В связи с этим клиника его тоже меняется. Почему я так говорю? Потому что первые были обнаружены, это было в Ухане и дальше в Европе. То есть там клиника была очень тяжелая форма. Было заражение, очень высокая температура, проявление сразу, идет кашель. И потом ослабление дыхания. То есть сразу переходит на легочное внимание, да, в виде сразу внимания. А далее мы увидели, переходя в Европу и в поле России, СНГ и дальше в Казахстане, уже его структура поменялась. В связи с этим клиника его дает бессимптомное положение. Ну, говорят, извините, давайте спрошу. Говорят, что у нас в Казахстане более облегченная форма коронавируса. Да, то есть она является бессимптомной. Она, я вам говорила, что она состоит многогенная. Структура очень сложная, многоструктурная. В связи с этим, то есть вот эта РНК очень высокая. То есть там есть альфа, бета, гема, коронавирусные структуры идут. В связи с этим, когда они переходят от одного заражения, переходят к другому заражению, она более ослабляется. В связи с тем, что когда идет ослабление, разрушается структура этих многогенных вирусов. В связи с этим клиника его заражения меняется. То есть в организме гены меняются, то есть разные гены появляются. Идет, например, если возьмем SARS, MERS и TORS и так далее, другие виды гены идет одновременно. Она заражается очень сильная и симптоматика тяжелая идет. Когда идет, переходит от одного на другое, какие-то адаптации организма одного на другое идет. Или же адаптация, разрушается структура этого гена, то есть она ослабляется. Если это был коронавирус, созданный 19-19, созданный искусственным, как бы считалось биологическое оружие, то, что говорят. Если она была искусственно создана, когда она определенное время теряет свою структуру, она ослабляется. Пока к нам доехал до Казахстана, она видно, что она ослабленный вид, поэтому клиника другая. То есть она бессимптомная. Или же здесь идет вопрос, или же идет адаптация генов к нашим иммунитетам, другая идет. Или же меняется структура при переходе заражения от одного организма на другой. Когда бессимптомно, это еще сложнее же выявить, например, гены вируса в организме. Именно поэтому вы сейчас занимаетесь завозом каких-то аппаратов и хотите, чтобы этот вирус сразу же, быстро же выявили. Расскажите об этом аппарате и как вы там собираетесь это установить, как выявить. Поскольку, смотрите, если мы сейчас проходим тесты на коронавирус, мы сразу получить, например, результаты не можем. Говорят, экспресс-тесты, они ненадежные. Но если мы идем, сдаем анализы в соответствующие органы, где принимают наши анализы, там нам приходится ждать очень долго. Вот аппарат, о котором вы везде рассказывали, показывали уже в некоторых областях нашего Казахстана, они уже установлены. Расскажите, что за аппараты и насколько они эффективны? Да, конечно, сейчас у нас в Казахстане идут бессимптомные виды инфекции. Она намного более опасна. То есть мы, выходя на улицу или же находясь в помещении с одним человеком, этот человек, который сидящий рядом, может быть зараженным коронавирусом, но мы, однако, этого не почувствуем. Поэтому это очень более опасно для заражения других. То есть она не дает никакой либо симптоматики, но, однако, она идет, что он зараженный коронавирусом. Это опасает, конечно. Это говорит о том, что мы более, большое количество заражений могут быть этим вирусом. Но этот вирус очень сложный, поэтому она может быть перед тем сезонным заболеванием. То есть как обычные группы. Если же симптомы, которые заражаются этим болезням, если организм какому-то хроническому заболеванию не подлежит, тогда она проходит легче, облегченно, как обычная вирусная инфекция. Определенное время может быть только срок, длительное время может быть. Она продлится, может быть, 14-18 дней. А если идет, это идет, например, если у зараженного хронические заболевания иметь, естественно, это будет протекаться быстро и тяжелой формы, может быть. Это второй вариант. В связи с этим, это все мы так узнаем. Это все диагностика. Прежде чем, чтобы найти пути лечения, нужно обязательно найти пути, в первую очередь, диагностики. Правильно установить, правильно поставить. В нашей стране, в первую очередь, начали говорить, что есть тест-полоски, которые можно... Это говорит о том, что в каждом организме есть, имеются ли антитела. Да, то, что имеется. Но это сейчас каждый у нас второй человек болеет, заболел или перенес коронавирусы, которые облегченные варианты. Или же те, которые даже в январе у Хани было, она, может быть, какая-то частичка попала в нас. То есть в наших антителах она имеется. Поэтому тест-полоски особо какое-либо решение сказать, что да, может быть, она не даст. Она просто дает, есть антитела или нет. Но, однако, без этих тест-полосок можно сейчас сказать, у каждого второго у нас имеются эти антитела. Но иммунитет у нас все-таки должно быть, чтобы предотвратить эти, чтобы облегченно перенести вот эти заболевания. А то, что сейчас нет от этого вируса лечения определенного, препараты определенного или же вакцины определенного, что можно получить. Но это говорит о том, что есть многодневные, в связи с этим они пока не могут определить какую-либо вакцину точную. А то, что по поводу перехожу на диагностику как лечение, на сегодняшний день тест-полоски определенной диагностики не дает, поэтому дает только ПЦР исследование. Сейчас на сегодняшний день времена меняются, новшества идут, видов ПЦР оборудования тоже очень много. В связи с этим есть виды оборудования, есть открытые типы, и есть современные, это закрытые типы. То есть то, что автоматизированная, закрытого типа, автомат самоделок, она дает безопасность, облегчение, она дает быстрого результата. Да, конечно, стоимость его дороже будет, потому что сервис, в первую очередь, высокая. Конечно, открытого типа говорит о том, что они, вот эти РНК с каждого организма, это же на молекулярно-генетическом уровне определять. Чтобы определить молекулярно-генетическое, надо взять с организма, вытащить РНК. И вот структуру РНК, они дальше узнают, есть ли какой вид генов на эту структуру, в структуре прилеплено, то есть имеется. Это все определяется системой молекулярно-генетической системы. На сегодняшний день, да, я бы рекомендовала, и знаю, что на сегодняшний день будет результативность. Дистрибьютором вы являетесь вот именно вот новых аппаратов, которые распознают 120 видов различных вирусов. Да, 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 да. Да, мне посчастливилось, что я знакома, мы уже 3-4-4 год работали, делали учебные проекты. У нас несколько научных проектов по этой направлении с этим оборудованием. Это первый мы начали 3-4 года тому назад с институтом, туберкулезным институтом. Туберкулезным институтом, то есть мы там определили на микробном уровне выделение ДНК, когда на микробном уровне, на выделение ДНК и определение чувствительности препаратом первого, второго ряда чувствительности. Это все научно сказано, в связи с тем они сравнили с другими ПЦР-оборудованиями, как Ginexpert, Haintex, и это получается два в одном. С этим оборудованием у нас на сегодняшний день в Казахстане в 13-х областях она имеется, и очень положительные отзывы получаем, и результативности есть. Далее, следующий проект у нас проводился через спид-центрами, то есть чувствительности имеется к этим препаратам или нет. Тоже в сравнении с аппаратами Ginex. Далее было и с другими открытыми ПЦР-оборудованиями. Далее научены проекты по инфекционному контролю. На сегодняшний день определяются гепатиты. Гепатиты определяются, есть, нет, то есть полоски имеются. Но в ПЦР-оборудовании, в этом оборудовании определяют гепатиты качественно, то есть качественно какого уровня, количественно, на каком лечении, сколько лет зараженных в организме. То есть это определяет очень тяжелое. В связи с этим, на сегодняшний день, в связи с COVID-19, это южнокорейское оборудование, которое называется БИОНЭФ, молекулярно-генетическое. Его применяют весь сегодняшний день. Мы также являемся дистрибьютором не только АЗИ, в Казахстане, а АЗИ и СНГ. Потому что мы научно доказали, в связи с этим производство дал нам как бы благодарность, и в связи с этим дали такое право. Поэтому на сегодняшний день этим оборудованием пользуется по рекомендации мной, пользуется в Узбекистане, в Украине, в России. На сегодняшний день это употребляется по рекомендации нашей страны. А также, естественно, другие страны мира пользуются этим производством. Это корпорация БИОНЭФ, она закрытого типа, автоматизированная. То есть два в одном, а при полтора часа определяет РНК в организме, минимум 48 ДНК или ДНК. Также через 10 минут, и через полтора часа определяет 96 минут за полтора часа коронавируса. Вы уже через это оборудование проверяли заболевших новым вирусом? Да. Да, 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 обязательно. Сколько уже прошло, на сколько... Когда мы проверяли на сегодняшний день в Казахстане, этим оборудованием уже употребляют... У нас международные более информативные, они более активные. На сегодняшний день в Актара Чигана, Тингиш и Вройл приобрели себе это оборудование в очень большом количестве. Сейчас уже мы их обучаем, они начинают делать на этом оборудовании свои анализы. На сегодняшний день, как в виде помощи, все суперплюзные диспансера получили разрешение, начали делать анализы дополнительно коронавирусом, именно этим аппаратом. Естественно, идут вопросы несовпадения. То, что этот аппарат дает более большое количество зараженных, там при интерпретации, то есть при заключении этим оборудованием не только говорит, что заключение COVID-19 имеется, а также имеется... Другие виды генов тоже показывают. То есть мы говорим, что легкую форму расходит. Есть панков, то есть один вид генов имеется в организме, то есть он может легче перенести. Это тоже считается положительным результатом. И вот именно этот аппарат показывает, что... Когда этот аппарат показывает, что одним геном, зараженный организмами имеется коронавирусом, открытые специфы оборудования этого не показывают. Вот здесь идет несовпадение. Это говорит о том, что... Это говорит о том, что этим оборудованием, это оборудование более чувствительное. То есть его 99% чувствительность дает. Она дает все четко, сама автомат, сама делать, без ошибок. Она сама автоматически делает, поэтому чувствительность очень высокая. На сегодняшний день уже в Казахстане, так, Тарас, Чунгкент, Фазларда, Кокши-Тау, вот Семей сейчас запросил, Семей собирается делать, а остальные области уже у нас делают эти анализы. И мы каждый день результаты анализов с лабораторией вместе, расчеты проводим. Вначале, когда в Казахстане, чтобы коронавирус определить, мы эти оборудования так благотворительно поставили с анапитэкспертизу городской. И на 48-1,5 часа мы дали им тесты бесплатные от нашей компании, что, да, благотворили, как помощь, мы эти отработали, заключение получили, несколько заключений получили, как считал, получили положительные заключения. Вот с анепстанцией сейчас ждем заключения. Но устно мы все это вместе, совместно получали результаты, сравнивали и были очень довольны. Сравнивали их аппаратами открытого типа. Да, конечно, это закрытого типа, автоматизированный, весь автомат делает. То есть один лаборант достаточно, чтобы загрузить 48-96 анализов за 3 часа, можно сказать. Но плюс-минус мы говорим 4 часа, потому что когда пробовали и за получение результатов, она в компьютере сразу автоматически получит результаты. Очень, конечно, у нас уже в Казахстане этим занимаются. Уже занимаются в Казахстане. Ну, это прям радует, конечно. Скажите, пожалуйста, почему именно вы решили заниматься вот такими делами? Мы знаем, что вы являетесь ректором Международного института последипломного образования, и вы сотрудничаете с 25 странами мира, ну, чтобы усовершенствовать знания наших медиков и так далее. Расскажите вкратце, нам остается очень мало времени. Расскажите сейчас, кроме вот этого аппарата, над чем вы работаете? Например, COVID-19 волнует многих. Например, мир не справляется вот именно в борьбе с вирусом, проигрывает люди. Скажите, пожалуйста, дальше чем вы будете заниматься, учитывая пандемию коронавируса? Ну, как ректор Международного института последипломного образования, мы заинтересованы по подготовке врачей-специалистов Казахстана за международные. То есть, почему с 25 стран мы можем, имеем доступ, попасть в каждые страны. Это все Кореи, Япония, Австрия, Италия, Испания, где была медицина высокого уровня, Лос-Анджелес. То есть, везде мы эти клиники, лучшие клиники, которые наши больные в Казахстане хотят попасть, мы хотим знать, чем лучше они лечат, чем наши казахстанские врачи. С этой точки зрения мы начали сотрудничать, на сегодняшний день имеем с этими странами, у нас очень хорошее взаимоотношение с любой страной. Мы консультируем вместе с врачами, с больными в этих странах. Когда мы ездили с врачами по этим больницам, мы увидели то, что у нас есть, чего у нас нет. Тогда, когда мы узнали, особенно в Южной Корее, чем она лидируется, у них идет первая правильная остановка диагноза. То есть, диагностика в первую очередь идет. Лабораторная диагностика, так же и другие. И вот мне тогда очень понравилось вот это. Они тогда говорили, что они, Дим, это было 3-4 года тому назад, без молекулярно-генетической инфекции, они результаты больным не подтверждают. Поэтому я заинтересовалась. Они говорили, что есть открытые виды типа ПЦР, но закрытого типа, автоматизированного, это дает другой результат. В связи с этим я заинтересовалась, мы заключили с институтами лабораторной диагностики, там имеется Green Gross Laboratory, это мировая лаборатория. И с этой лабораторией мы заключили меморандумы о сотрудничестве, чтобы наши анализы мы подтверждали, и тогда мы узнали про это оборудование. Корея сама рекомендует многим странам много оборудования, но надо знать именно какие. А именно вот Бионер они не рекомендовали, они использовали его только у себя. В связи с этим я захотела, что то, что они у себя пользуются оборудованием, именно то оборудование было у нас. И мы это научно все доказали, в связи с этим получили дистрибьюторство. Почему я заинтересовалась коронавирусом? Я вообще специалист, санитарный врач, гигиенист, эпидемиолог. До сегодняшнего дня готовила заведующей кафедрой гигиенопедемиологии, готовила специалистов-эпидемиологов, гигиенистов. Поэтому, естественно, это вирус, и она даже, даже если как эпидемиолог идет она, вирусная инфекция, идет как заболеваемость, дальше нужно будет исследовать. Она же никуда не исчезает, если мы сейчас обрабатываем дезинфекцирующим трактором. Она оседает на почве, дальше идет преизменение погоды, она может быть изменится, даже может находиться повторно, появится в воздухе, она может попасть в водные ресурсы. В связи с этим, как гигиенист, я хочу, чтобы его исследовали. То есть этим раньше занимались научные институты, этим раньше занималась санитарно-гигиеническая служба, которого на сегодняшний день, к сожалению, эта структура потихоньку исчезает. Я хотела бы, чтобы она восстановилась. На сегодняшний день среди гигиенистов-эпидемиологов, докторов наук и медицины, по-моему, остались, мы и остались, вот наши уважаемые учителя, у тебя, конечно, становится мало, меньше, и с ними особо не все считаются. Поэтому я, как бы, имея возможности, решила поднять эти вопросы. И у меня есть структура, как бы улучшить службу, санитарную службу, как бы восстановить, как бы вернуть. Я бы с удовольствием поделилась бы своим мнением с нашим руководством, вышестоящим, что можно восстановить и как правильно сделать, потому что есть опыт, думать, гриппа, гриппа и врачи-спекалистов. Мы уже знаем, что можно менять. На сегодняшний день служба, санитарная служба менялась, как защита прав потребителей, как она менялась, разные структуры имеются. Поэтому хотелось бы вернуть в то положение, то, что раньше было. Тогда будет результативность. То есть сейчас вот то, что мы говорим, какой меры профилактики принимаются нашим врачам. Дальше, как бы, если случай повторный идет, кто может дать эти профилактики. Как можем мы определить меры профилактики, если не будем анализировать после заключения этих больных. То есть на сегодняшний день есть уже у нас данные, лабораторные данные. Есть у нас данные клиники заболеваемости, как протекало, какие виды были. Собрать эти же данные можно гигиенистам анализировать, дать какое-либо заключение и дать профилактику правильную. К сожалению, да, да, к сожалению, время нашей программы истекает. Мы вас благодарим, но о том, что вот у вас есть разные пожелания, мы позже и в других своих программах мы можем это озвучить. Мы выйдем с вами на связь. Мы вас благодарим, желаем в вашей работе дальнейших успехов. Я думаю, в этом направлении вы добьетесь хороших результатов. Дорогие телезрители, это была программа «Сегодня». Мы с вами встретимся в понедельник в 16.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин